Бойцы АТО и волонтёры в Черкассах ко дню памяти и примирения организовали патриотический фестиваль «Народный герой». Какие военные битвы воссоздали на одной площадке, расскажет Станислав Кухарчук. С самого утра в парке на набережной Черкасс многолюдно. Армейские палатки, блокпосты и военные в камуфляже с первого взгляда даже настораживает. Но это атрибуты фестиваля «Народный герой». В одном месте здесь собрали экспозицию, посвящённую воинам сразу трёх эпох. На долю Олега выпали две из них. На афганской он потерял ногу, а на нынешней – друга. В липни загинал мой друг Олег Мехнюк. Вместе в Афганистане были в одном батальоне «Герои Украины». После этого, скажем так, ну, взагалі наштовхнуло мене поїхати в АТО. На этом фестивале нет никакой политики. Его организаторы – волонтёры и ветераны. Устроили более десятка локаций, где можно не только увидеть, но даже почувствовать, как это – быть солдатом. Национальная гвардия оборудовала блокпост, ветераны-афганцы воссоздали казарму. А это полевая кухня. Кашу и боч готовили исключительно из волонтёрских ингредиентов. А этот каркас волонтёры поставили, чтобы показать, как плетут маскировочные сети. Каждый желающий мог поучаствовать в работе. Эти сетки мы плетаем не только, так сказать, стричечки, а мы еще плетаем свою любовь, веру и молитву, чтобы эти сетки могли защитить наших защитников. Фестиваль «Народный герой» не случайно решили провести в День памяти и примирения, уверяет его соорганизатор Вячеслав Скичко. Задача – донести людям, что война – это не романтика и слава, а смерть и боль. Кто не повернулся в разные часы, чтобы люди, кто живет благодаря им под светлым, блакитным, чистым небом, помятали обычную человеку, обычную человеку, которая отдаёт частину себя для мира тут, на нашей земле. А в 11 часов вечера на Черкасском холме Славы зажгут лампадки в память о всех погибших защитниках Украины. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал «Интер» Черкасы.